Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о самом продвинутом, заряженном и перспективном смартфоне от компании Huawei. Самая горячая новинка 2022 года. Как всегда, все максимально кратко и по полочкам. Дизайн и внешний вид, железо и производительность, камеры, экран и автономность и конечно же цена. Обо всем этом сейчас я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать. И ребят, небольшое отступление, большущая просьба, если вам нравятся подобные тесты и обзоры, чтобы не потерять меня в будущем, подписываемся на мой Яндекс Дзен и Телеграм. Там и ролики будут выходить чутка пораньше и просто в случае чего вы не потеряете меня из виду. Все ссылочки, разумеется, будут в описании под этим видео. В последнее время в сети появляется все большее количество всевозможной информации о готовящихся топах от компании Huawei. Как и в прошлый раз, производитель готовит сразу несколько моделей, во главе которых встанет супер флагман ультимативный камерафон Huawei Mate 50 Pro Plus, о котором я сейчас вам и расскажу. По утекшей информации, презентация состоится в начале лета 2022 года, то есть в целом ждать осталось недолго. Но оно и не удивительно, ведь смартфон уже протестировался, был замечен в нескольких бенчмарках, а также проходит сертификацию. Так что для тех, кто думал, что Huawei с топами, все, у меня для вас плохие новости, этих ребят так просто не возьмешь. Тем более компания Qualcomm опять же подготовила, скорее всего, как и в прошлый раз, эксклюзивный чип. Единственное небольшое разочарование будет в плане дизайна, так по сути ничего кардинально нового нам не предвидится. Новинка будет очень сильно походить внешне на новые Honor Magic серии, если и вовсе не станет их точной копией, с небольшими косметическими изменениями. Но, думаю, ни для кого это не станет секретом и открытием, так львиная доля смартфонов от данных производителей всегда были братьями-близнецами. Единственная беда подобных интереснейших аппаратов в том, что они, ну, не всегда добираются до наших местных магазинов. Но, как говорится, не беда. Если вы захотите приобрести какой-нибудь интересный девайс из Поднебесной, но нет желания ожидать его 2-3 недели из Китая, тогда вы можете приобрести его в магазине Цифрус. Ребята очень часто заводят интересные модели, которые в рознице у нас попросту больше, ну, нигде не найти. Там я, опять же, недавно заказывал Honor Magic 3 Pro Plus, 11 Ultra, Xiaomi Mix Fold и 6 пиксели. В общем, гиккам крайне рекомендую. Ну, а приобретая смартфон по моей ссылочке, используя мой промокод, вы не просто сильно поддержите канал, но ещё и получите приятный подарок к вашему будущему девайсу. Так вот, исходя из утечек, новенькие топовые смартфоны Mate 50 серии получат свежие восьмиядерные чипы от компании Qualcomm. Сердцем нашего героя станет Snapdragon 8G1 с небольшой модификацией. Да, всё, как и в прошлом году со Snapdragon 888. Qualcomm просто заменит модем, и Snapdragon 8G1 потеряет поддержку 5G-сетей. Для нас это так вообще небольшая беда, а вот для Китая, конечно, засада. Хотя, как показывает практика, действительно хороший 4G, а с этим на Huawei так вообще я никогда лично проблем не наблюдал, и скорости получения передачи данных хватит просто за глаза. Ну, а в плане производительности я показал тот же Huawei P50 Pro и вовсе отличий не будет. Так, повторюсь, чипы абсолютно идентичны, и единственная их разница только в поддержке или отсутствии этих самых сетей пятого поколения. Ну, а так, в целом, при должной реализации теплоотвода и теплораспределения машинка получится крайне мощной. Правда, стоит отметить, что в ближайшие месяцы компания Qualcomm должна представить и Snapdragon 8 Gen 2, но, возможно, его релиз ещё задержится. Так что, на данный момент, это самый производительный чип компании, например, в той же Nubia Red Magic 7 он себя показал просто шикарно и максимально стабильно, что немаловажно, практически и вовсе без тротлинга на протяжении многочасовых тестов и выжимки всех соков. Так что, как я сказал, реализация решает. Что же до оперативной памяти, то тут, как всегда, числятся две модификации на 8 и 12 гигабайт, ну и накопитель в обычной 50-ке будет на 128 и 256 гигабайт, а в прошке на 256 и 512 гигов. Питает светотехное безумие баночка на 4600 мАч у Mate 50 и на 5000 мАч у старшей модели. У обоих будет поддержка минимум быстрой зарядки на 66 ватт, это уже классика для компании Huawei, а также говорится и о 100-ваттной быстрой зарядке для Mate 50 Pro. Также в новинке ожидается и 50-ваттная беспроводная быстрая зарядка. А вот по экранам пока что тишина, а вся найденная мной информация говорит о практически тех же матрицах, что использовались в предшествующих моделях, за исключением одного положительного но. Частота обновления экрана будет поднята с 90 до 120 герц, так сказать под современные флагманские стандарты, тач будет от 240 до 360 герц. Также положительным сдвигом лично для меня будет то, что в новых Mate скорее всего будет один глазок под фронтальную камеру, очень на это надеюсь. Сенсор будет на 32 мегапикселя, но я боюсь, что для удешевления производства будет использована такая же пилевидная фронталка, что и на Mate 40 Pro. О, не, она реально очень крутая, но вырез будет однозначно побольше. Что же до основной камеры, то в прошке набор будет просто царский. Основной модуль будет использоваться на 50 мегапикселей от компании Sony, Sony MX700. Ширик на 64 мегапикселя, оптический зон с 5-кратным увеличением тоже на 64 мегапикселя, портретник опять же на 64 мегапикселя для точного деления заднего плана на портретах и дополнительная ТОВ камера. Конфигурация будет сильно походить на то, что используется в Honor Magic 4 Ultimate. Более того, я не удивлюсь, если они вообще будут полностью идентичны, так что камеры нас ждут действительно топовые. К дополнительной особенности в новинке могу отнести, конечно же, фирменную операционку Harmony S, защиту от брызги пыли, стереодинамики и, конечно же, NFC. Что же до ценников, то тут пока что тёмный лес, но будем исходить из того, что мне удалось нарыть на данный момент. За базу обычной 50-ки на 8128 производитель будет просить от 799 долларов, а за прошку также в базе 8256 уже от 899 баксов. Что, конечно же, не предел мечтаний, но на фоне других туповых конкурентов, например, того же iPhone 13 Pro Max, вполне себе адекватная цена. Остаётся только один вопрос, когда смартфоны доберутся до нас. Mate 50 должны представить в начале этого лета, так что, думаю, к концу лета, не раньше. На этом, думаю, всё. Всем огромнейшее, ребят, спасибо за поддержку, видеолайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!